МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости на телеканале Гродно+. В студии Галина Давыдик. Сегодня в нашем выпуске. Станет ли старый замок копией резиденции короля Речи Посполитой Стефана Батория 16-го столетия? По результатам архитектурных и археологических исследований будет уточнен реставрационный проект. 28 бивней мамонта для частной коллекции жителей Германии. На белорусско-польской границе специалисты проверяют подлинность документов на ценный груз. Подсчитывать баллы до последнего выстрела и наблюдать за расстановкой позиции в итоговой таблице. В Гродно проходят республиканские соревнования по стрельбе среди команд Следственного комитета. Пакт Рериха. Гарант сохранения культурного наследия. Выставка Международного центра Рерихов открылась в Гродно. Вернуть старому замку исторический облик. Грандиозный проект в рамках республиканской программы «Замки Белоруссии» разворачивается сегодня в Гродницком историко-археологическом музее. По проекту реставрации, который еще дорабатывается, старый замок планируется воссоздать по документам 16-го века. Это тот период, когда замок являлся резиденцией короля Речи Посполитой Стефана Батория. На данный момент ведутся архитектурно-археологические исследования, что уже удалось установить специалистам и как видоизменится Гродненское брендовое здание, узнавала Вероника Цыганок. Как вядомо, республиканская программа «Замки Белоруссии» предугледживает вернуть старому замку вигляд 16-го ста годе часов Стефана Батория. Все тяжко это сделать, грозненские археологи откажут, когда закончат архитектурно-археологическое исследование по будов. И оно ведется уже больше, как по угоду. За этот час был снятый великий ковалок тынковки с передней выходной частки, закладены некольких шурфов. Доследчики из всей разностайности цаглин, валунов, каменев спробуют вылучить те, какие относятся до перебудовы замка итальянским архитекторам Санте Гуччи для короля Речи Посполитой Стефана Батория. На данный момент проводятся такие доследчивые працы. Закладываются археологические шурфы, вздымается штукатурка, позднейшие некие наслоения цегли, чтобы понять, где на самой справе, что осталось от того палаца и замка, который будовал в часы Стефана Батория Санте Гуччи. Закладенный черговый шурф дозволил археологам вылучить аутентичную стяну короля Вітовта, один из пластов фундамента, говорится, пожары в замке, іншие показывают, как дом выглядел при правлении Батория и после польской рестаурации. При раскопках было знание множество каштонных артефактов. В верхних пластах находили керамику, звичайную побутовую керамику, так само кавалки давнейшей керамики, доховку и цеглу. Так само у нас был кавалок гарматы, вероятно, 17-го стагодзя. И в нижнейших этих пластах, в этих вуглях, чему мы в этот сгаривший пласт датуем к концу 14-го стагодзя, мы нашли орех от арбалета. Вот такие вельми цикавые и редкие находки. Проект рестаурации после реализации, как острый замок будет выглядать, как в 16-м стагодзе, поколь, что на стадо и распроцовке. Однако прикладно уже вядомо. Будут одновлены внутренний дворик, на який выходит отпочивать сам король, капличка, у якой молился. По мешканню над брамой идея на ранней была. После будовничих работ знайдены разноколяровые элементы фресок, как в окнах, которые, до речи, были значительно большими и мягчимо уявляли собой витражи. Перебудованы будет и мост до замка, частка его станет рауляной. Некоторые стены разбурать, а депотрабуя проект добудують. Когда мы все увидим, где что находится, выясним, где были трассы, стен, как были распланованы покои, тогда будет сделан проект, проект реконструкции, и тогда только начнутся работы. Это праца долгая, великая, потребует много часов и много физических и финансовых вкладаний. Напереде еще доследований самого палаца, нижней церкви и других побудовок на территории замка, так само и гумысовой частки. Поколь неведомо, кольки часу потребится, как грозинцы смогли прийти в соправную королевскую резиденцию Стефана Батория конца 16-го стагодня. На реставрацию необходимы десятки миллионов долларов. Не хапая и компетентных будовников, архитекторов. Будинок со шматвяковой историей повинен стать брендом нашего города и краины, и для этого нужно приклеить еще много намаганий. Вероника Цыганок, Анатолий Бояринцев, Новины Гродно+. Необычный груз обнаружили таможенники у гражданина Германии на белорусско-польской границе. Мужчина везет из России к себе на родину 28 бивней мамонта и мешки со щепой от бивней. Общий вес груза – 400 килограммов. Немецкий гость является геологом. Бивни мамонта он везет для своей частной коллекции. В данный момент специалисты проверяют подлинность документов на культурные ценности. Репортаж из пункта пропуска брузги. Юлия Косила. Необычный груз задержан для проверки Гродненской региональной таможней. 28 бивней мамонта и 240 килограммов их щепы в легковом автомобиле перевозил гражданин Германии. Причина временного задержания – проверка подлинности всех документов. Такой груз через пункт пропуска брузги провозят впервые. Вечером 10 июня гражданин Германии перемещал на вывоз из Республики Беларусь в Республику Польша 28 единиц бивней мамонта, а также 240 килограмм щепы бивней. В настоящий момент проводится операция таможенного контроля, направленная на установление законности перемещения ранее сказанных товаров. Владелец груза Николай Бранднер, коллекционер и геолог, везет бивни мамонта к себе в коллекцию. Сейчас он живет в Германии, но когда-то работал на раскопках на Камчатке и в Якутии и знает все про эти уникальные ископаемые. Этим бивням мамонта от 25 до 45 тысяч лет. Найдены они в районе российского Новокузнецка. Все документы, разрешающие вывоз бивней, у Николая есть. Сейчас он ждет подтверждения их подлинности от белорусской стороны. Они выдают разрешение сначала, эксперт смотрит. Это Владимир Ильич Жигал, это самый крупный специалист на сегодня. И может быть единственный эксперт по мамонту. Он дает это заключение на базе этого заключения. Это смотрит Министерство культуры. Министерство культуры определяет, можно ли это, относится ли это к культурным ценностям или не относится к культурным ценностям. И на базе заключения эксперта Министерство культуры дает разрешение на вывоз. В природе цельных бивней мамонта практически не сохранилось. Эти склеены из мелких кусков и отреставрированы. Скажем так, 99% всего этого дела – это монтаж. 1% остается всегда. Все, что покрупнее, практически всегда монтаж. Мелкий можно сделать из более крупного обломка, можно сделать мелкий. Наоборот, не получается. Николай не собирается наживаться на редких бивнях, а везет их в Германию исключительно для личных целей. Сейчас проводится проверка законности вывоза товара за пределы Евразийского экономического союза. Юлия Косила, Анатолий Бояринцев, Новости Гродно+. Тем временем в Гродно проходят республиканские соревнования по стрельбе среди команд Следственного комитета Беларуси. Чемпионат продлится два дня. Главная цель состязаний – сплочение коллектива и совершенствование уровня профессиональной подготовки сотрудников. В соревнованиях принимает участие 8 команд. Центральный аппарат Следственного комитета, Управление по областям и город Минск. Стрельба из пистолета Макаровой и автомата Калашникова будет производиться по специальным мишеням, установленным на полигоне. В состав каждой из команд входит представительница прекрасного пола. Могу сказать, что соперники все сильные. Воля к победе у каждого. Участие в соревнованиях принимают не только мужчины, но и девушки-сотрудницы управлений и центрального аппарата. Поэтому победит лучший тот, кто будет более метко стрелять. В состязаниях принимают участие сотрудники Следственного комитета, которые не только профессионалы в своем деле, но и меткие стрелки. До последнего выстрела на каждом огневом рубеже они будут бороться за первое почетное место в итоговой таблице чемпионата. Интрига двух дней соревнований разрешится на торжественной церемонии закрытия. Чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту пройдет в Гродно со 2 по 9 августа. Как сообщает Белта, спортивный праздник мирового уровня будет проходить на площади Ленина и на ЦСКА Неман. Чемпионат проведут в соответствии с правилами соревнований по пожарно-спасательному спорту и регламентом международных соревнований по пожарно-спасательному спорту 2015 года, утвержденным на 15-й Международной спортивной федерации пожарных и спасателей. Уже известно, что участие в чемпионате примут более 30 команд из 14 стран. В качестве гостей прибудут делегации из Азербайджана, Турции и других государств. К слову, Чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту проводится с целью укрепления международных дружественных связей, развития данного вида спорта, популяризации профессии пожарного и спасателя, сохранение и укрепление здоровья, подготовки спортивного резерва для национальных спортивных сборных команд. Пакт Рериха. История и современность. Выставка с таким названием открылась в Гронинском областном методическом центре народного творчества. Оценить ее по достоинству смогут истинные почитатели искусства. Ведь главная цель Международного пакта Рериха – это охрана и защита культурного наследия. Выставка уже побывала во многих странах мира и объездила пол Беларуси. Теперь свою миротворческую миссию она доносит и до жителей нашего города. Пакт Рериха. История и современность. Выставка, исколесившая полмира и практически всю Беларусь, теперь в Гродно. Экспозиция, инициированная Международным центром Рерихов, побывала уже в Аргентине, Германии, Индии, Швейцарии, Чили, более чем в 50 городах России. Жители Минска, Бреста, Гомеля и Витебска уже оценили мировое наследие русского художника Николая Рериха. Его миротворческие идеи были положены в основу важного международного документа. К 80-летию подписания Пакта Рериха и была приурочена экспозиция. Эта выставка посвящена 80-летию подписания Пакта Рериха. Пакт Рериха – это первый международный договор о сохранении культурного наследия. Вы знаете, что в наше время это очень актуально. И в те времена, когда это было подписано, в 1935 год, Европа не смогла подписать. И в европейских странах начинался развиваться фашизм. Только американские государства смогли подписать этот пакт. Если бы это произошло, и пакт был подписан всеми государствами, возможно, войны бы не было. Выставку Пакт Рериха разместили в областном методическом центре народного творчества города Гродно. Посетители смогут не только увидеть репродукции картин Николая Рериха, но и получат всеобъемлющую информацию о зарождении и создании Пакта, о его актуальности и значимости для всей мировой культуры и в отдельности для каждой страны. Также на выставке представлены результаты деятельности самого Международного центра Рерихов, который всячески популяризирует миротворческие идеи художника, заложенные в Пакте. Мы сейчас хотим напомнить всем о том, что Рерих говорил, что мир через культуру – это его основной девиз. И он говорил, что мир спасёт красота, осознание красоты спасёт мир. Знак Триединства Николай Рерих назвал международным флагом культуры для охраны искусства, науки и религии. Символично то, что этот знак и является эмблемой проекта, ведь основная его цель – напомнить об истоках движения в защиту культурного наследия, что сегодня крайне актуально. Выставка «Пакт Рериха. История и современность» пробудет в Гродно до 3 июля. Вероника Цыганок, Юрий Дубовик, Новости Гродно+. А завтра в Гродненской области пройдут выпускные балы. Управлением образования облсполкома во все школы области разосланы рекомендательные письма с тем, чтобы выпускные вечера провести в самих учреждениях образования в торжественной, но спокойной обстановке без излишеств. Известно, что родительские комитеты зачастую, несмотря на рекомендации, выступают инициаторами обширных праздников. Поэтому будут приняты соответствующие меры для того, чтобы выпускные торжества прошли достойно. Информация о проведении вечеров передана в ОВД. Будут организованы дежурства, патрули в местах проведения праздников, в зонах отдыха у берегов рек и водоемов, где выпускники любят встречать рассвет. В дни проведения выпускных вечеров в области будет введен полный запрет на реализацию спиртных напитков учреждениями торговли. В Гродно запрет на реализацию алкогольных напитков, в том числе и взрослым покупателям, будет действовать 12 июня с 16 до 24.00. Уже в эту пятницу гродинских автомобилистов приглашают посмотреть первый киносеанс в этом сезоне на озере Юбилейно. 12 июня начинает свою работу «Автокинотеатр под открытым небом». Запланирована трансляция американской комедии. Автокино будет работать еженедельно в пятницу, субботу и воскресенье. Сеансы будут начинаться в 10 часов вечера. Зрителям будут предложены как новинки видеопроката, так и старое доброе кино. Площадка «Под открытым небом» рассчитана на 80 автомобилей. Сеансы платные. С эфирным телевидением «Зала» от Белтелеком смотреть любимые передачи на даче «Это просто». Более 40 популярных каналов в цифровом качестве. Телефон 130. Сайт «Зала.биуай». На сегодня у меня все. Напоминаю, что еще больше информации вы всегда сможете найти на нашем сайте www.yugrodnoplus.tv.by Выпуск продолжит Анастасия Бояринцева новостями из мира спорта. Оставайтесь с нами. Приятного вечера. Здравствуйте. Сегодня в Минске стартовал финал Кубка мира 2015 по современному пятиборью, который является крупнейшим турниром класса. В соревнованиях примут участие 72 наиболее результативных пятиборца мира, которые в личных финалах будут бороться не только за награды, но и за две личные лицензии на летние Олимпийские игры 2016 года. Беларусь в качестве принимающей стороны получила возможность выставить четырех лучших спортсменов. Честь нашей страны будут защищать Павел Тихонов, 33-я позиция, Роман Пинчук, 55-я, Анастасия Прокопенко, 35-я и Ирина Просенцова, 41-я позиция. Сегодня состояла жеребьевка одной шестнадцатой финала Кубка Беларуси. В частности, Батэ сыграет со Шкловским «Спартаком» Минская «Динамо». Со Смолевичами «Шахтер» будет соперничать со Слоним, а Гродненский «Неман» встречится в 2014. Стало известно, что, возможно, Гродненский «Неман» в ближайшее время покинет Андрей Хачатурян, у которого закончился срок контракта. Скорее всего, не будет продлено соглашение с Иваном Денисевичем. А на просмотре в клубе находится украинский полузащитник Владислав Сотник из юношеского состава «Киевского «Динамо». Определены составы подгрупп на Кубке Руслана Салея. Гродненский «Неман» выступит в подгруппе «А». Его соперниками станут «Шахтер», «Металлург», «Химикска», «Лида» и «Динамо Шинник». В подгруппе «Б» сыграет «Юность», «Гомель», «Динамо», «Молодечный», «Витебск», «Брест» и «Могилев». Церемония открытия первых европейских игр в Баку состоится 12 июня в 19.00 по Минскому времени на Национальном стадионе. Знаменосцем сборной Беларуси станет бронзовый призер Олимпиады 2008 в Пекине по греко-римской борьбе Михаил Семенов. Также стало известно, что Александр Лукашенко примет участие в официальной церемонии открытия первых европейских игр. Кроме того, президент проведет ряд двухсторонних встреч и посетит спортивные объекты в Баку. Сегодня мужская сборная Беларуси по гонболу встретится с командой Боснии Гитцеговины. В этом поединке может определиться обладатель второй путевки на Евро-2016. Игра начнется в 21.15 и будет транслироваться в прямом эфире на телеканале «Беларусь-2». Главный тренер нашей команды Юрий Шевцов накануне отъезда огласил состав сборной. К сожалению, в нем нет представителей Гродненского клуба. Баскетболистки сборной Беларуси сегодня стартуют на чемпионате Европы в Румынской Араде. В первом матче предварительной группы «Б» подопечный Анатолий Буяльского встретится с командой «Италии». Начало игры в 20.30. Прямая трансляция на телеканале «Беларусь-5». Завтра белорусские сыграют с баскетболистками Польши. 13 июня с Турцией, а 15-го с Грецией. На этом у меня все. Болейте за наших. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова